Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации Лариса Крахалева. Лариса Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. И начнем с темы оптимизации образовательных учреждений. Эта тема активно зазвучала именно на текущей неделе. Две школы у нас объединят в одну, несколько детских садов объединят. И даже в Борках, по-моему, школу и детский сад городские власти планируют объединить в одно образовательное учреждение. Зачем? Ну, оптимизация в системе образования – это задача, поставленная на государственном уровне. Президент во многих последних своих выступлениях обращал на это внимание, что мы должны наиболее эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы в системе образования и при этом повысить качество образовательных услуг. Акцент на этом постоянно делает Олег Иванович, губернатор Рязанской области. Задача стоит достаточно сложная – снять двусменность и повысить качество образования. Олег Иванович, вот мнение обывателя, что такое оптимизация? Было два детских сада, станет один, один закроется. Ну, вот если по программе только скажу, что планируем в этом году. 12 садов объединить – это 6 маленьких, соединить со средними. Объединить в Борках школу, 29-ю и 44-й сад. Детей там не увеличивается по количеству, притока детского населения нет, но хотелось бы сохранить с хорошим финансированием оба образовательных учреждения. И 19-ю школу, и 25-ю. В первую очередь убрать двусменность занятий и повысить качество образовательных услуг. То есть профилизация появится. Почему? Потому что если в параллели не один класс, то можно детей по интересам соединять в группы и работать по тем направлениям, которые наиболее близки этим детям и в чем они заинтересованы для поступления дальше и решения своих профессиональных проблем. Дать профилизацию, допустим, естественно, математического цикла, гуманитарного – то, что хотят дети. Помимо этого стоит большая задача по повышению заработной платы. Сегодняшняя система подушевого финансирования – это деньги идут за ребенком, за воспитанником. Вот две группы в детском саду, допустим, берем 46-й сад, две группы, 20 детей в одной и 20 в другой, 40. Вот на 40 человек и дается финансирование. Если раньше оно было нормативное на учреждении, независимо от того, сколько там детей, то сейчас оно подушевое. На 40 детей выделяется содержание. Отсюда зарплата маленькая, а так как вакансий очень много в дошкольном мире сегодня, и у каждого воспитателя с маленькой зарплатой есть возможность перейти в более крупный сад и получать более достойную заработную плату. Поэтому у нас стоит проблема по решению кадрового вопроса в маленьких садах. Мы можем на новый учебный год остаться просто в этих садах без кадров. Поэтому было принято решение. Причем Рязань до последнего оттягивала начало этого процесса, потому что любые изменения в системе образования, они достаточно сложно воспринимаются. Они касаются большинства населения города. Они выходят на где-то 70-80% семей Рязани. Это и детские сады, и школы, и учреждения дополнительного образования. Поэтому мы оттягивали этот момент и пытались изучить работу в регионах России и, так скажем, на чужих ошибках попытаться избежать большинства ошибок своих. Что дает? Ну вот начнем с того, насколько правильное представление. Вот у меня, допустим, ребенок учится в 19-й школе. Сейчас их объединились в 25-й. Это значит, что 19-я школа закрывается, и ребенок вместо 19-й будет ходить в 25-й. Ну нет, конечно, не так. Сливаются два учреждения. Мы не закрываем ни 19-ю, ни 25-ю. Два учреждения сливаются. Они находятся в шаговой доступности, а все учреждения выбраны по принципу шаговой доступности, чтобы они были рядом. При этом мы плавно, так скажем, проводим это слияние. Все дети, которые учились в 25-й школе, они продолжают учиться там, и они закончат свое образование в этой школе. С 1-го сентября и с 19-й в 25-ю переходит параллель первых и параллель третьих классов. Тем самым снимается двусменность в 19-й школе. Постепенно каждый год параллели следующих первых классов, которые будут набираться, они будут набираться уже на базе 25-й. И постепенно в 25-й мы сконцентрируем начальное образование, может быть, 5-й или 6-й, допустим, еще классов, в зависимости от возможностей учебного заведения. То есть это больше оптимизация, скажем так, юридических лиц. Конечно. Грубо говоря, было два юрлица, стало одно. А вот два здания как были, они так и остались. Конечно. И во всех детских садах все дети остаются на своих местах. И педагоги. Педагогов вообще мы нигде не сокращаем. Сокращается административно-управленческий аппарат. Допустим, в школе, у которой условно принято название 19-25, потому что в следующем году 25-я школа празднует юбилей. И для того, чтобы оставить, так скажем, в названии школу номера 25, мы пошли по принципу Москвы, там школ много. Мы вот много лет, кстати, с школой 19-25 в Москве дружили. Елена Петрова ее возглавляла. Школа была сугублена изучением предметов художественно-эстетического цикла. За основу пока взяли. Но педагоги и родители будут принимать решение, как будет называться школа. Потому что на сегодняшний день это не обязательно номер. Это может быть и название, и солнышко, и родной дом, и родной край. Как угодно школу может называться. Родители и педагоги примут это решение. Поэтому, во-первых, плавное слияние, так, чтобы психологически снять как можно больше проблем, которые могут возникнуть при объединении. Но коллектив будет педагогически один, одно юрлицо. Директор 25-й школы остается заучем в своем здании и будет работать со своим коллективом. Мы ремонтируем три классных комнаты и туалеты на первом этаже для того, чтобы использовать те помещения, которые сейчас не использовались в учебном процессе, и классы перевести сюда, учиться. И по максимуму избежать всех подводных камней мы постарались, во всяком случае. То есть, по большому счету, на учениках это никоим образом не отразится. То есть, те педагоги, которые их обучили, они и будут. И главное, не сказал, для педагогов в объединении этом, это повышение зарплаты где-то на 5-6 тысяч рублей для 25-й школы. Потому что у них детей было мало, и финансирование было маленькое. А теперь это будет общий котел денежек на большее количество детей. И, естественно, большие денежки придутся, и стимулирующий фонд увеличится. Поэтому это благо и для педагогов тоже. 5 тысяч рублей на сегодня – это хорошая прибавка. Для педагогов это очень солидная прибавка. Это очень солидная прибавка. Лариса Анатольевна, вы упомянули о профилизации классов, объединении школ. Вот в данном конкретном случае, если говорить о школах, даст возможность профилизации классов школы. Конечно. На старшем звене 10-е классы, они будут пока существовать 10-й в здании 19-й школы, 10-й в здании 25-й. Но профилизация, объединение, соединение, так скажем, групп по интересам, физика углубленно будет даваться одной группе детей из двух классов, а, допустим, гуманитарный цикл будет даваться другой группе детей. Профилизации уже со следующего года в школе 19-5 на старшем звене возможно. Сегодня, когда один класс, профилизации быть не может. Это общий образовательный класс, класс адаптивной модели для всех. А тогда это будет возможность получения образования другого уровня. Это подготовка к вступительным испытаниям в ВУЗ. Это подготовка к сдаче ЕГЭ на другом уровне и так далее. Ну, вот когда объединяются школы и школы, и детские сады, и детские сады, подчеркиваю, объединяются в первую очередь все-таки юрлица, да, это понятно. А вот почему решили в Бурках объединить школы и детский сад? Не получится ли что-то странного? По России это очень много. Это законодательно существующий вид учебного заведения. Начальная школа, допустим, детский сад, детский сад, школа. У нас существует в 32-й школе в Солочи группы дошкольников на базе общеобразовательного учреждения. Почему? Потому что в замкнутых микрорайонах возникает такая необходимость. Вот для того, чтобы не потерять ни школу, ни детский сад в Бурках, мы объединяем, это будет наполненное по количеству детей учреждение, это сохранена зарплата педагогам, и самое главное, для замкнутого микрорайона сохранены и школы, и детский сад. Сейчас они малокомплектные, насколько я понимаю. Конечно, но они малочисленны по своему составу. Понимаете, как только умирает школа в микрорайоне, в поселке, в городе, умирает и жизнь. Это однозначно. Потому что приезд молодых семей и вообще расположение в этом микрорайоне молодых семей зависит от наличия детского сада и школы. Потому что без этого молодая семья не поедет. Поэтому мы стараемся сохранить все образовательные учреждения, никого не закрыть. Процесс оптимизации, он не одного года. На следующий год это следующее учреждение запланировано, на 16-е и еще. То есть, это плавное приведение, так скажем, в систему финансовых ресурсов и материальных ресурсов в образовании. Ну, немножко хотелось бы остановиться поподробнее на детских садах. И уже не в разрезе оптимизации, а в разрезе, скажем так, дополнительных мест в детских садах. Проблема очереди на сегодняшний день еще существует. Хотя она, что называется, близка к решению. К первому сентября, к новому учебному году, городские власти планируют ли открыть дополнительные места в детских садах? Ну, во-первых, надо, наверное, похвастаться, что город прирос еще двумя садами. А если брать весь этот учебный год, тремя садами 25-й на Зубково, 26-й на Кольной и 27-й в ДПР-5. 26-й и 27-й работают. Деток приняли. Мы использовали, как вы помните, федеральные деньги и региональные, и муниципальные. И я должна сказать, что мы выполнили все условия федеральной программы. Выполнили их, в общем-то, на 5 с плюсом, так скажем. Мы получили из следующего транша следующие деньги. В этом году уже начата реконструкция во втором детском саду Наурицкого. Дети уже месяц как выведены. В 123-м саду на Гагарина. Город выкупил здание Ростелекома на Горького 20. И 111-й сад тоже сейчас уже реконструируется, пристраиваются дополнительные спальни. И все эти три заведения начнут работать с 1 сентября. Это наши планы. С 1 сентября они примут дополнительно детей. И в большом количестве. Причем выбраны были учреждения в центре города, где самая острая проблема. Ну и, надо сказать, впервые в истории, наверное, дошкольного образования города Рязани достигнуто соглашение с бизнес-сообществом о строительстве детского сада на улице 1-майка, 55. Это здание бывшего детского сада российских железных дорог было выкуплено, но в техническое состояние его не позволило использовать деревянные перекрытия. И по заключению технической экспертизы оно подлежит сносу. Вот снесут это здание, бизнес-сообщество построит. За свой счет. За свой счет. И передаст в собственность города здание детского сада. Поэтому мы сильно сможем снять проблему в плане предоставления мест в центре города, в дошкольных учреждениях. Но я должна сказать, что если все наши планы сбудутся по реконструкции трех садов, и еще забыла сказать, что на Братиславке началось строительство тоже детского сада с участием федеральной программы, большого детского сада на 313 мест, даже с участием только реконструкции трех садов и с вводом их в эксплуатацию с 1 сентября, очередь по трехлеткам в городе останется 200 человек. Мы близки к решению проблемы. А ведь было почти 6 тысяч буквально пару лет назад. Да, да. Мы смогли вот за эти годы решить этот вопрос. Конечно, остается очень острая проблема по двухлеткам, но мы ее тоже решаем в тех микрорайонах, где высвобождаются группы и нет набора, допустим, трехлеток, мы сразу открываем группы двухлеток. И в тех садах, которые реконструируем, открываем и строим вновь, мы делаем все с достаточно большим количеством групп двухлеток. То есть не только целенаправленно решаем проблему по трехлеткам, то, что поставлено нам задача государственная, но и решаем проблему двухлеток, потому что понимаем, что это тоже очень сложная ситуация. Ну и, пользуясь случаем, хотела бы обратиться к жителям города Рязани. У нас нехватка кадров в системе дошкольного образования достаточно большая, поэтому всех желающих получить постоянную работу с достаточно солидной зарплатой где-то в районе, допустим, 13-15 тысяч. При этом, значит, льгота дается бесплатное посещение сада ребенком и внеочередное зачисление ребенка в дошкольное учреждение. Это могут быть люди не только с педагогическим образованием, но и со средним, специальным и высшим образованием другой направленности. Мы направляем на курсы кратковременные, которые есть у нас в ВУЗе и в Институте развития образования Рязанского. В 9-месячной можно получить документ, соответствующий о возможности осуществления педагогической деятельности. Мы всех желающих приглашаем к нам на работу и будем рады любому обращению к нам по этому поводу. Александр Анатольевна, я благодарю вас. Надеюсь, что все задуманное в плане строительства, реконструкции детских садов, одним словом, создание новых дополнительных мест вот этим летом удастся, что называется, осуществить. И я надеюсь также, что оптимизация пройдет так, как надо, что ошибки, которые были допущены в других регионах, не будут допущены в Рязани. Удачи, что только можно пожелать. Спасибо. Спасибо большое и удачи всем нашим воспитанникам. И самое главное, не надо волноваться, что появятся проблемы. Жизнь, конечно, без проблем не бывает, но по максимуму мы их постараемся снять. Поэтому пусть наши дети отдыхают в течение лета, пользуются теплым периодом времени, купаются, загорают, отдыхают. А 1 сентября мы всех ждем в детских садах и школах. Спасибо, Лариса Крахалева, заместитель главы администрации Рязани, была гостем программы «Лицом города». До встречи в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин